Еще раз всем привет. Меня зовут Полина, я фронтенд злых марсиан. И сегодня я бы хотела поговорить о веб-воркерах. Если кто-то недавно читал какую-нибудь статью или смотрел видео, где фигурировало слово worker, то с очень большой вероятностью вы читали статью про сервис-воркеры или видео смотрели. Так вот, в моем докладе не будет ни слова о сервис-воркерах, мой доклад совсем о другом. В своем докладе я попробую поговорить о том, как мы можем использовать веб-воркеры для оптимизации наших медленных JavaScript-приложений, и как мы, возможно, в будущем сможем их использовать. Но перед тем, как начать говорить о веб-воркерах, мне придется потратить немного вашего времени. Дело в том, что для того, чтобы хорошо понимать тему нашего разговора, нам нужно пройти небольшой курс, который называется «Как работают браузеры». И, собственно, у нас есть примерно 10 минут для того, чтобы это сделать. Начнем с простого, но, может быть, и не очень. Заглянем в Chrome. В Chrome есть внутренний профайлер, который сидит на вкладочке «Chrome tracing». В этом профайлере можно посмотреть и увидеть много-много всяких интересных штук. Работает примерно точно так же, как и обычный. То есть что-то надо записать, подождать и увидеть результат. Мы сейчас не будем глубоко погружаться в то, как работает, что можно проверять. Нас интересует только одна штука, а именно вот эти серенькие полосочки. Эти серенькие полосочки в Chrome обозначают процессы. И, как можно видеть, здесь у нас имеет место быть два типа разных процессов. Первый процесс, и он единственен на весь браузер, и называется он, не поверите, браузер. Процесс браузера занимается тем, что взаимодействует с операционной системой, руководит другими процессами, делает кучу-кучу других полезных и интересных вещей. Но мы о нем не будем подробно говорить. Нас интересует другая штука, которая называется рендерер. И вот у него еще там пик подписан. Рендерер процесс в Chrome примерно соответствует одной вкладке. Это не совсем верно. Но для нашего общего понимания будем считать, что рендерер процесс — это одна вкладка. Что же происходит внутри этого самого рендерер процесса? Там сидит рендерер-движок, который должен отрисовать нам доступную, отзывчивую, красивую, а может и не очень, веб-страничку. Но он не может это сделать прямо сразу. Ему нужно пройти определенные этапы для того, чтобы появилось то, что мы, собственно, все видим на экране. И то, с чем мы можем взаимодействовать. Этапы довольно-таки простые. Первое — это нам надо загрузить наш контент и распарсить наш текст HTML плюс CSS во что-то, что понятно браузеру. Вообще это дерево, но какая разница? После того, как мы загрузили и распарсили, нам надо понять, какие CSS-свойства какому конкретному дом-элементу соответствуют. Это называется style. После этого нам надо сообразить, где эти дом-элементы находятся и какого они размера. Это называется layout. После этого каждый дом-элемент нам нужно нарисовать. Причем рисовать будем не каждый отдельный элемент, а каждый композитный слой. Кажется, я заговорила о том, о чем еще не рассказала, композитные слои. Но, наверное, все с ними знакомы. Это некая концепция, которая позволяет браузеру чуть-чуть попроще и быстрее отрисовывать содержимое на экране. Если наш элемент потенциально может меняться, его вытаскивают на отдельный композитный слой, где с ним можно что-то делать, не трогая все остальное. После того, как композитный слой нарисован, то есть условно говоря, у нас есть пиксели, нам нужно с этими композитными слоями, может быть, сделать что-нибудь еще. Например, мы можем их подвигать или, может быть, мы захотим применить к ним какие-то эффекты, типа прозрачности. Тут хочется сказать слово shader, но я не буду его произносить. Шейдер — страшное слово. Отлично. У нас получилась картинка. У нас есть страница, она отзывчивая, мы все рады. Однако мы вспоминаем о том, что может выполняться JavaScript. JavaScript, вы не поверите, браузеры взаимодействуют с домом. И когда JavaScript взаимодействует с домом, то триггерятся вот какой-то из этих элементов пайплайна. Может триггернуться любой шаг, и пайплайн будет продолжаться до конца. Причем шаги могут пропускаться. Ну, то есть, может, например, быть только layout, или может быть pain плюс composite, или может быть что-нибудь еще. Но я тут заговорила о том, что JavaScript выполняется в браузере, и… а как это происходит вообще? Ну, я на самом деле тоже задавалась этим вопросом. На самом деле ничего особо сложного тут нет. Рендеринг-движок в хроме — это Blink. Обращается к своему инстансу JavaScript-движка и просит, выполни мне, пожалуйста, код. Если посмотреть на исходники JavaScript-движка для хрома, V8, то мы обнаружим, что там нет ничего, к чему мы привыкли. Там нет функций для операций с домом, там нет set-таймаутов, нет ничего. Для того, чтобы все работало, браузер, используя механизм, который называется bindings, устанавливает свои дополнительные функции в JavaScript и прокидывает их, ну, либо в глобальный контекст, либо, возможно, куда-то еще. Сейчас, наверное, уже вы немного потерялись, поэтому давайте посмотрим на простом примере, как это работает. Вот, предположим, у нас выполняется код. Здесь каждый прямоугольничек в прямоугольничке JS обозначает какой-то контекст. Ну, то есть, условно говоря, выполняется какая-то функция. Если сейчас нам нужно выполнить set-таймаут, то на самом деле движок говорит следующее. Эй, платформа. Ну, в качестве платформы может быть браузер, в качестве платформы может быть что-то другое в Node.js. Это что-то типа любвиное, наверное. Так вот, он говорит, вот тебе callback, вот тебе таймаут, и когда время исчет, пожалуйста, поставь мне вот этот callback в очередь, и я его выполню, если буду не сильно занят. Собственно, почему в очередь? Здесь надо вспомнить, что JavaScript однопоточный. Ну, на самом деле нет. На самом деле JavaScript для конкретного инстанса v8 выполняется в один поток. Если мы что-то уже выполняем, то есть, если у нас вот в этом прямоугольничке что-то есть, то мы не можем делать какую-то задачу параллельно. И тому, что и тем задачам, которые должны бы выполнить сейчас, надо подождать специальной очереди. Но на самом деле все еще хуже. И эти самые очереди характерны не только для JavaScript движка, и не только его задача ставиться в очереди, но и все этапы вот этого пайплайна, о котором я рассказывала изначально, тоже не могут выполняться в рамках одного потока. Когда работает рендеринг движок, то на нашей странице есть основной поток, в рамках которого практически происходит все. То есть вот этот layout, parse, paint, whatever. И там же, в том же самом потоке, выполняется JavaScript. Но это значит, что параллельно они могут лочить друг друга, то есть я не могу выполнять JavaScript и одновременно рисовать. Ну, с некоторыми оговорками. Итак, прорисовка лочит JavaScript, JavaScript лочит прорисовку. Это довольно грустно и печально, и делает наш интерфейс неотзывчивым. И нам бы хотелось что-то с этим сделать. Тут нам помогает браузер. Но то, что я сейчас буду говорить, характерно для хрома. В других браузерах это реализуется немножко по-другому. Там какие-то другие этапы. Но эта идея используется везде. А если вы что-нибудь слышали про серво, то там-то это вообще можно считать основу. Так вот, если изменения ваших… Ну, например, анимации. Если изменения ваших объектов не сильно аффектят на что-то остальное, то эти изменения можно процессить в рамках параллельного потока. Не обязательно все выполнять в основном. И тогда ваш интерфейс не будет блокироваться. То есть в хроме, например, это характерно для скролла, это характерно для проигрывания видео, и это характерно для следующего примера, на который мы посмотрим. Композитный стейдж нашего рендеринга пайплейна может выполняться в параллельном потоке. Давайте посмотрим на пример. У нас есть две очаровательные летающие белочки. Сразу предупреждаю, что анимация здесь не лагает. Это просто гифка. Ну, гифки они медленные. Так вот, у нас есть две летающие белочки, каждая из которых анимируется CSS-анимацией. Однако у одной белочки анимируется свойство transform, а у другой анимируется свойство position. Но это на самом деле классический пример. И есть кнопочка, которая считает очень большое простое число. И считает она его долго. Как вы думаете, что будет происходить, когда я нажим на кнопочку? Ха! Одна белочка продолжает летать, а вторая сломалась. Да здравствует параллельное выполнение. Давайте посмотрим, что именно отрисовывается у нас сейчас. Отрисовывается вторая белочка. Первая нет. Первая белочка, анимация первой белочки выполняется в параллельном композитном потоке. И это очень хорошо и удобно. Однако, несмотря на то, что кое-что браузер за нас может вытащить в параллельный поток, этого нам недостаточно, потому что, если вы помните пример с предыдущей гифки, я могу, наверное, попробовать вернуться, вы обратите внимание, что когда я нажимаю кнопочку, она не отжимается. Это значит, что наш интерфейс зависает. И это абсолютно не то, что хотят наши пользователи. Для того, чтобы этого не происходило, нам надо стараться как можно меньше, как можно быстрее выполнять JavaScript в основном потоке. Если у нас есть какая-то функция, которая выполняется долго, то пока что единственный вариант, который виден, это разбить эту функцию на маленькие-маленькие кусочки. И каждый конкретный кусочек стараться выполнить как можно быстрее. Когда я говорю быстрее, что я подразумеваю? Минуты, секунды, годы. На самом деле все очень сильно зависит от ситуации. Если вы что-то анимируете, то тут надо задумываться о 60 FPS. Ну, 1000 на 60, те, кто любит делить в уме, поймут, сколько миллисекунд на это надо. И надо понимать, что за один фрейм, который должен произойти весь пайплайн. То есть если вы что-то меняете, нужно успеть и нарисовать, и JavaScript выполнить. Если мы подразумеваем, что у нас какое-то единичное действие, например, пользователь только тыкает кнопочку или происходит что-то подобное, то JavaScript можно выполнять и подольше. И если это не с эффекта, то ничего страшного. В общем, если у вас JavaScript выполняется больше, чем 200 миллисекунд, то вам стоит задуматься, что в вашем приложении что-то не так. Если меньше, то зависит от ситуации. Это все. Мы разобрались, как работает браузер. На самом деле это по большей части было очевидными вещами. И теперь перейдем как раз к теме доклада, а именно к веб-боркерам. До того, из того, что я сказала, следует, что очень хорошо выполнять какие-то задачи в параллельных потоках. Кое-что браузер может сделать за нас, но кое-что мы можем делать и сами. Посмотрим на картинку. Если утащить тяжелый JavaScript, если что, по оси X вот по это время, если утащить тяжелый JavaScript в параллельный поток, то наш интерфейс будет отзывчивым, у нас будут проигрываться анимации, все будет успеваться перерисоваться, и ничто, ничего не будет блокировать. Хорошо, удобно и замечательно. Сейчас я не буду показывать километры кода о том, как создать веб-боркер и как это делается, а лучше давайте посмотрим на пример. Я пробовала подобрать какую-нибудь практическую, практически полезную задачу, но, честно скажу, у меня не получилось. Тем не менее, с этой задачей как-то мне пришлось столкнуться в своей собственной практике. И задача, значит, такая. Нужно найти на видео с веб-камерой лицо. И к этому лицу что-нибудь прорисовать. Ну, там, мысль какую-нибудь о покупке чего-нибудь навязчивого, стрелочку. Зависит от вашей фантазии. Благодаря предыдущему докладчику вы, наверное, уже знаете, как это сделать. Но, так как я не знала, что передо мной будет этот доклад, давайте еще разочек повторим. Итак, у нас есть веб-камера, нам надо достать оттуда видео. Для этого мы используем функцию getUserMedia. После того, как getUserMedia функцию мы использовали, у нас есть стрим. Стрим мы закидываем в тек-видео. Тек-видео мы рисуем на конве. Окей? Стрим, видео, конва. Из конвы мы достаем пиксели. Пока все просто. Ну, а дальше еще проще. Мы просто скармливаем это магическому алгоритму, который говорит лицо там. Нечестно, да? Ну, на самом деле, давайте поподробнее расскажу, как это можно сделать, взять готовую реализацию. И замечательная библиотека. Она называется Tracking.js, которая реализует для нас похожие функции. В очень-очень грубом виде она работает так. Внутри нее есть некая обученная модель, которая говорит, как должно выглядеть лицо. Мы закидываем в эту библиотеку нашу функцию. И она, сравнивая пиксели, которые мы отправили с этой моделью, которая называется классификатор, отвечает, это лицо или нет. И если да, то где оно? Она последовательно просматривает нашу картинку. Возможно, это не очевидно из того, что я сказала, но на самом деле этот алгоритм очень чувствителен к количеству входных данных. То есть чем больше пикселей, тем больше будет работать. Сейчас я попробую показать демку и, скорее всего, все сломается. Я заранее за это извиняюсь. Лицо оно мое не определяет, видимо, из-за того, что это микрофон. Но мы можем видеть очень интересный эффект. Скажите, быстро работает. О, смотрите, появилась желтая стрелочка. Она определила мое лицо. Скажите, очень быстро работает. Прямо безумно быстро, правда? Так. И мне кажется, что наши клиенты, пользователи не оценят интерфейс, который работает вот так. Ну, не знаю, может быть, тот оценит, но мне кажется, далеко не все. И вот тут настает время вытащить магический алгоритм, о котором я только что говорила, в отдельный поток на WebWorker. Как мы это делаем? Мы пишем раз, два, три. Три лишних строчки кода. Ну, и еще нам надо немного воспользоваться очень мощным инструментом, который называется копирование и вставка. Значит, мы копируем код алгоритма, который определяет лица, в отдельный файлик. А в нашем основном файлике добавляем три строчки. Первое. Создадим Worker. Он создается так. Для того, чтобы создать Worker, ему надо передать скрипт, на котором все это будет работать. Можно передавать относительно абсолютную URL, главное, чтобы скрипт был доступен. Дальше. Нам нужно от этого Worker слушать события message. И в тот момент, когда оно происходит, Worker нам передает какие-то данные. В нашем случае это будут координаты лица, если они есть, или пустой массив, если ничего нет. И дальше мы просто показываем нашу замечательную стрелочку и говорим ей, шевелись туда. Ну, на стрелочке стоит transition, поэтому все это более-менее должно получаться плавно. Для того, чтобы Worker узнал, как обработать наши данные, ему надо отправить пиксели с конвы. Помните этот pipeline? Камера, видео, конва, магия. Вот, собственно, пиксели мы отправляем. Все было бы хорошо, если бы не одна неприятная особенность. То есть, Worker работает в параллельном потоке. А данные между параллельным потоком имеют нехорошую тенденцию копироваться. Вот вообще все. То есть, когда мы делаем post-message, мы, значит, берем вот этот огромный массив пикселей и копируем его. Ну, в браузерах очень быстрые алгоритмы копирования. Но все равно пикселей-то много, и нам хотелось бы как-то упростить. И ускорить наш алгоритм. Для этого мы используем просто второй аргумент функции post-message. Что она делает? Оно говорит, что вот у вас есть post-message пиксели, и вот у вас есть массив. И в нем тоже вот эти пиксели. Вот то, что в массиве, ты, пожалуйста, не копируй, а передавай из одного потока в другой. То есть пиксели, которые мы передали, теперь может использовать веб-воркер, но не может использовать основной поток. Никакого копирования, работает офигеть как быстро. Все очень удобно, все очень рады. Сейчас я попробую показать второй вариант нашей демки. Значит, давайте на всякий случай первый вариант. Мы вспомним, как это быстро работало. Вот так. Вот смотрите, я машу рукой, и получается не быстро, да? Теперь посмотрим на второй вариант. Как-то пошустрее, да? Окей. Но на самом деле я вас обманула. И я очень хотела произнести эту фразу. Внимательный слушатель обратит внимание, что... Помните, в самом начале я говорила, что есть параллельный композитный поток, и вот браузер ускоряет. Так вот, я упомянула о том, что в параллельном потоке может проигрываться видео. Так почему же у нас на нашей демке видео лагает? У кого-нибудь есть идеи? Наверняка есть, но вы их не озвучиваете. Я вам просто честно признаю, что это было не видео. Это была канва, на которой мы рисуем пиксели. Но тем не менее у нас лагает стрелочка, и у нас лагает весь интерфейс, примерно вот с таким же FPS, а там что-то типа 5 FPS. И мы абсолютно точно не хотим этого в основном потоке. Вебворкер нам помог. У нас все стало работать хорошо и быстро. Ну, давайте теперь вытащим весь наш JavaScript на вебворкеры, создадим миллиард вебворкеров, пусть они правят миром. Хотелось бы на самом деле, но ничего не выйдет. Ничего не выйдет из-за некоторых ограничений, о которых я буду говорить довольно долго, которые связаны с работой этих самых вебворкеров. Но перед тем, как сказать об ограничении, я хочу пробудить ностальгию, может быть, в людях, которые любят старый хардкорный JavaScript или вот Python вебворкерах, когда вы выполняете скрипт, кое-где self действительно равен this. Это очень приятно и радует. Кроме того, что значит self равен this? Это значит, что вебворкер — другая глобальная область видимости. То есть если все функции, которые доступны нам в браузере, мы обычно достаем как window.что-нибудь, то на вебворкер у нас так сделать не получится. Виндоу там нет, там есть self. То есть нам надо писать self, что-то и так далее. На вебворкере мы можем использовать в фичапе, что достаточно приятно в случае, если она поддерживается в браузере. Ну, как повезет. Можем использовать вебсокет, можем использовать локейшн, джейсон и делать set-тайм-аут. По-моему, это все, что нужно для того, чтобы JavaScript хорошо работал. Однако есть небольшая неприятность, связанная с тем, что дом на вебворкере недоступен. Мы не можем использовать домапи. И локал-стораж, и сэшн-стораж тоже. Но это еще не все. Основная проблема в вебворкере в том, что даже по спеке они работают медленно. Точнее, не то чтобы медленно, но их тяжело создавать. Они затратны по памяти, они кушают много памяти. Я провела некоторый синтетический эксперимент и выяснила, что в хроме мне получается создать 56 вебворкеров, а на 57 все ломается. Ну, то есть вот это грустное лицо, все сломалось, перезагрузить страницу. То есть много воркеров мы создать не можем. И даже если мы создаем один инстантс, то они более затратны по памяти. Более того, когда наше приложение использует хотя бы один вебворкер, надо понимать, что оно кушает памяти больше и работает медленней, чем оно бы работало без воркера. Собственно, первая идея, которая нам приходит в голову, то почему бы нам воркер не переиспользовать? То есть не надо… Вот о чем я не сказала. Помните, я говорила о процессах, которые происходят в браузере? Браузер, рендерер. Вот вебворкер, о котором я говорю сейчас, он называется dedicated worker, работает в рамках того же самого рендеринг-процесса, что и… Ну, в рамках одного рендеринг-процесса. То есть если мы прибиваем рендеринг-процесса, закрываем, условно говоря, вкладку, наш вебворкер пропадает. Мы хотим его оставить и переиспользовать его между вкладками. Во-первых, это будет подешевле. То есть мы создадим, допустим, на пять вкладок не пять воркеров, а один. Надо помнить про корс. Надо обязательно помнить про корс, что вкладки должны следовать вот этой политике, про которую мы все знаем. Так вот, мы можем переиспользовать вебворкер, используя не обычный воркер, без какого-то слова в самом начале, а штуку, которая называется шаритворкер. У шаритворкера есть еще одна прикольная возможность использования. Можно синхронизировать две вкладки. То есть если, условно говоря, мы что-то сделали в одной, закинули на шаритворкер, и другая посмотрела, что там что-то произошло, и хоп, обновила сама себя. Удобно, прикольно. У шаритворкера немножечко другой интерфейс. То есть когда мы ему пытаемся что-то отправить, нам нужно отправлять не прямо в сам воркер, а в порт. Ну и, соответственно, когда мы слушаем от него сообщение, интерфейс похож на сокет.io, если кто-нибудь пользовался сокет.io. То есть сначала надо дождаться коннекта, а потом, когда коннект произошел, уже что-нибудь делать. Я думаю, что ни один доклад, ну хотя нет, сегодня были доклады, не обходятся без картинки с CanAuse. Собственно, шаритворкеры поддерживаются вообще везде, если у вас не девятый, девятый, эксплорер. А вот шаритворкеры не работают в E, E, J и Safari. Ну, это статистика CanAuse, честно говоря, я не проверяла, и у меня есть некоторые сомнения. Все прикольно и удобно. Мы можем при помощи воркеров оптимизировать наши страницы, вытаскивать JavaScript в параллельный поток, получать всякие бонусы от параллелизма. Мы можем переиспользовать один и тот же воркер, но на самом деле нам, наверное, хочется больше. Ну, комьюнити точно хочется больше. Что это значит? Значит, кто-нибудь слышал о Гудине? Гудине. О, отлично. Вот. Ну, для тех, кто не слышал, я расскажу. Это ряд пропозалов, которые хотят поднять CSS на совершенно новый уровень. Идея в том… Помните, я рассказывала вам… Сейчас, может быть, я отмотаю. Это будет немного долго. Прошу прощения. О, во. Ну, вот это слайд. Стайл, лейаут, пейнт, композит. Было бы неплохо, на самом деле, инжектиться в каждый из этих этапов. То есть, ну, почему вообще я должна… У нас так мало лейаутов. Вот есть гриды, есть фликсы, но, может быть, мне хочется, чтобы элементы на моей странице располагались в форме кружочка или в форме белочки. Нет? Ну, вот было бы прикольно. Для того, чтобы выполнять такие штуки, нам нужно каким-то образом и делать это джаваскриптом. Заметьте. Нам нужно каким-то образом выполнять этот джаваскрипт, причем выполнять его очень-очень быстро. И здесь это не единственный вариант, когда джаваскрипт надо выполнять очень-очень быстро, инжект, то есть рендеринг процесс, но отсюда возникает такой концепт, как worklet. Что такое worklet? В самом-самом примитивном представлении worklet — это то же самое, что worklet, только его полегче создавать. Помните, я говорила, что worker очень затратный по памяти, с ними тяжело. Вот с worklet таких проблем нет. Его можно создать очень быстро, и он будет быстро работать. Вторая особенность worklet в том, что ему вообще все равно, в каком потоке работать. То есть когда мы создаем веб-воркер, мы точно знаем, вот сейчас у нас создастся поток, вот такая вот у нас будет область видимости, и вот там он будет работать. С worklet все совсем не так. За нас может решать браузер, в каком потоке работать этому самому worklet. Хочет в основном — окей, работает в основном. Если хочет в параллельном — можно в параллельном. А можно вообще в пять потоков, один и тот же worklet. И из этого следует еще одна интересная особенность worklet, связанная с тем, что у него может быть несколько глобальных областей видимости. Это как раз сделано для того, чтобы выполнение этих worklet можно было параллелить. Давайте посмотрим на примеры того, что предлагается сделать на worklet. Ничего из этого пока не реализовано, но мы же их хотим посмотреть в будущее. Об одном прикольном варианте я уже рассказала. Это создавать свои layout. Ну, было бы прикольно дисплей layout, там, я не знаю, имени Полины. Второй вариант — это инжектиться в момент, когда мы что-то рисуем на странице. Как это делается? Мы можем в параллельном потоке, в тот момент, когда нам надо что-то нарисовать, на маленькой виртуальной конве рисовать… Ну, вот вы когда-нибудь рисовали что-нибудь на конве? Ну, канвас. Вот делать абсолютно то же самое, только в параллельном потоке и очень быстро. Такой пропозал тоже есть. Он называется PaintUp, и работает он на Paint Worklet. Еще один интересный вариант worklet — это worklet, который называется Animation Worklet. он проделывает примерно тот же трюк, который я вам показала с белочкой, но он делает это синхронно с основным потоком. Наиболее частый пример, который здесь приводят, это полностью синхронный скролл. Дело в том, что настоящий скролл, который работает в браузер, когда вы слышите события, он скролл, он асинхронный. То есть, на самом деле, позиция скролла, которая репортится JavaScript 2, не такая, какая она есть на самом деле. Вот с Animation Worklet можно абсолютно синхронно с основным потоком анимировать и слушать синхронный скролл. По-моему, worklet — это просто замечательно, очень интересно, и ждем скорее, когда же они появятся. В Chrome, кстати, уже есть. Я видела в исходниках, там что-то пишут. И, может быть, даже есть в канарейке, но, опять же, тут я не гарантирую. Большое вам спасибо. Напоминаю, что меня зовут Полина. И полезные статьи и куча скучных спек по вот этому вопросу вы можете по вот этой ссылочке посмотреть.